Доброе утро! Сегодня я проснулась 25-летней девушкой в Париже, в такой невероятной квартире, просто из моего Пинтереста. Я приехала сюда по работе на кутюр недели моды. Это моя первая кутюр недели моды в Париже, и это была моя такая мечта. И очень классно, что так совпало на моё день рождения, что я здесь оказалась. К сожалению, я одна, потому что, Руслан, не получилось по нашим таким рабочим причинам поехать со мной. Но, знаете, это всегда была такая какая-то девчачья мечта — проснуться в такой невероятной квартире в шелковых белых штатах, выпить утренний чай из красивой чашки и снимать вот такое видео здесь, и потом пойти гулять на какие-то процедуры. Может быть, не знаю, что я буду сегодня делать без понятия. Хочется просто не сильно планировать, не сильно думать, потому что, конечно, прошлый день рождения, позапрошлый день рождения Руслан устраивал мне просто невероятные дни с кучей сюрпризов, какими-то событиями. На сегодня тоже очень особенный день, который мне хочется провести очень спонтанно. Поэтому я беру вас с собой на всю свою поездку и покажу вам, что я буду делать. Я хочу пожелать, чтобы в этом году все твои цели и вообще просто какие-то сумасшедшие идеи, они вводились в реальность. Спасибо. И чувствовала себя защищенно, творила и продолжала делать то, что ты делаешь. Спасибо. Ты прекрасный человек, и я рада обстоятельствам, что ты есть в моей жизни. Так что с днем рождения! Спасибо, люблю тебя! Покажу вам квартиру, которую я сняла на свое прибывание в Париже. Это квартира моих мечт. Мне кажется, она просто вышла прямиком из моего Pinterest. Посмотрите на эти потолки, посмотрите на этот камин, на пол. Какой у него идеальный цвет. А это я. Всем привет. На самом деле, квартира действительно потрясающая. Сначала я подумала, что я могла бы даже там жить. Просыпаться с такими окнами – это действительно мечта. Здесь разделено пространство на две части, и мне это очень нравится и подходит, потому что я работаю из дыма, и мне нравится, когда есть такой огромный стол, где можно решать все дела. Конечно, я бы поменяла стулья и, может быть, даже стол и, в принципе, всю атмосферу, потому что она очень сухая, и, видимо, здесь живет мужчина, я так подумала, оценив все вещи, которые там присутствовали. Здесь я не знаю что. Я большой фанат таких винтажных дверей со стеклянными вставками. Мне кажется, это выглядит очень роскошно. Здесь находится кухня, там ванная, туалет, а здесь спальня немножко с бардаком. Так как здесь стоят некоторые вещи хозяина квартиры, я посмотрела книги, которые здесь стоят, и нашла знакомую страну. Я сегодня просто влюблена в свой outfit. Он стал одним из моих самых любимых теперь. И несмотря на то, что его цветовая палитра достаточно скучная, это серый, черный, коричневый, в этом образе очень много разных деталей, которые интересно замечать и рассматривать. Я надела кожные носки с босоножками, также я считала вот так шарф, как топ, и с помощью ремня добавила немножко силуэта. Я надела черную макси кожаную юбку и вот такие вот перчаточки. Я надела черную макси. Я надела черную макси. Итак, это как моя первая шарфа выглядит. Это потрясающе, огромное здание и огромное отделение. Привет, ребята. Привет, это Диэра. Привет, это Диэра. Представка. 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 Я собираюсь приготовить чай, и я приеду. Поехали. Если в порядке, я просто снимаю влог. Далее. Так что... Дайте привет. Это Карина. Да. Да, она потрясающе. Да, она потрясающе. Одна девочка, по крайней мере. Да, я начинала, знаете, макси. И шарфы, они сказали, по крайней мере? Да, абсолютно любимые. Они выглядят очень комфортные. Они очень комфортные. Они очень комфортные. Они, например, четыре года или что-то. И, например, посмотрите их литры. Ничего не изменилось. Ну, ты знаешь. Они имеют историю, ты знаешь. О, они имеют. Какие партия, какие встречи. О, я вам помню. О, ты готов. О, ты готов. У меня сейчас, бажа. Оба лета, Дайана. Да, может быть. Я нашла уже свое место, но вот здесь первый ряд, и мы уже все ждем с нетерпением шоу. Субтитры делал DimaTorzok На самом деле очень холодно в этой квартире, это огромный минус, потому что я хожу буквально вот в шубе. Супер холодно, несмотря на то, что включены все батареи, они все работают, все горячие. Ну, видимо, из-за того, что это старый дом, очень высокие потолки, может быть, все уходит вверх, тепло. Сейчас, на самом деле, очень мне ответственный момент в жизни, потому что прямо сейчас мы запустили продажи на наш с Русланом курс. Сила визуального контента в фэшн-индустрии. Это потрясающий проект, над которым мы очень долго работали. Это тот проект, который даст вам, во-первых, большое количество сразу же прикладной информации, ценной информации с нашего личного опыта по созданию контента, по позиционированию, по созданию стилизации образов и так далее. Это пространство, где люди интересуются творчеством, где люди хотят менять свою жизнь, которые хотят окунуться в этот мир, моды, творчество, создание визуального контента. И если вам интересно тоже поучаствовать в нашем проекте, то я оставляю для вас ссылку. Я не знаю, доступны ли еще места, потому что не знаю, когда я опубликую это видео, но если доступны, то быстро регистрируйтесь, потому что это редкое явление. Хочу вас познакомить с вот этой вот красавицей, Валерией, которая приехала, прилетела из Праги в Париж, чтобы помочь мне с контентом и, в принципе, помочь мне в этой сложной миссии недели моды. И принесла мне Валерия на завтрак вот такую вот красоту, поэтому я назвала ее идеальным ассистентом. Делаем свою работу на сто процентов. Это банановый тост, правильно? Да, это банановый тост, да, и там внутри еще какие-то... Бананы. Здесь банановый соус, бананы сверху и банановый тост. Идеально. Если вы подумали, что я люблю бананы, нет, конечно, нет, нет. Мы сейчас едем на шоу, которое называется «Аши». Отличный момент познакомиться с брендом, с командой, подружиться, и, может быть, в будущем работать вместе, иметь какие-то и коммерческие проекты. Сейчас я еду посмотреть на их новую коллекцию и показать себя, познакомиться, поэтому беру вас с собой. Диана Милканова. Так выглядит мой сегодняшний завтрак. Я взяла тост с морковкой, сладкой картошкой, то есть бататом и сыром фета и хумусом. И здесь у меня чай тилате на овсяном молоке. Это один из моих самых любимых напитков, потому что я не пью кофе никогда. Не спрашивайте, как я здесь оказалась. Мне просто пригласили на день рождения. Сегодня знакомая позвала, поэтому я решила купить ей подарочек. Здесь свеча от Мейсен Маржела, которую я лично хочу себе, поэтому я решила купить ей. Надеюсь, что ей понравится. Сейчас мы с вами идем купить цветы. I like these flowers so much. This is like a bit green, no? Yes. Want more? Maybe this one is better, no? This one? Yeah. Yes, it's larger. This is for you, for a gift. For a gift. Так, я сегодня буду выглядеть вечером на динорожденческой вечеринке моей знакомой. Немножко такой стиль 90-х. Если честно, мои волосы, они были уже немножко грязными вечером, поэтому... Сейчас 11 часов вечера, by the way. Поэтому я использовала гель и уложила их как-то так. Нужно уже вызывать такси, потому что я не успеваю. В общем, мы решили с Валерией, что эта улица, где я живу, самая удобная для нас, потому что здесь нет машин, здесь нет людей, никто не мешает. И безумно красивые здания для того, чтобы делать контент. Поэтому выходим, делаем контент, и потом уже у нас из головы уходит. И мы просто идем на Юрланды и гуляем по городу. Правда, очень холодно. Мне кажется, что это самая длинная станция метро, которую я когда-либо видела. Я уже иду минут 10. И это все еще не конец. Мне нужно найти четвертую линию. Так что, надеюсь, она будет сразу же после этого эскалатора. В общем, ребята, я надела на себя свою самую теплую, самую большую шубу. В этой шубе действительно мне не холодно. Никогда вообще, мне кажется, невозможно замерзнуть в этой шубе. Вы знаете, я в ней была в горах. В общем, после съемок в таких, почти можно сказать, летних аутфитах, платьях разных, и хочется, конечно, согреться, поэтому я надела теплую одежду. Пришла в место, где я сейчас поем какой-то вкуснейший веглянский бургер или что-то другое. Так что, да, давайте выбирать, что я буду кушать сегодня. Если честно, я абсолютно не люблю Елисейские поля, улицу в Париже, потому что здесь очень много людей, здесь воруют, и много туристов. Все дороже гораздо, и не очень классные места с едой. Но здесь находится самый большой Apple Store в Париже. Куда мне сейчас нужно пойти? Я буду дать вам, я буду вернуться. Спасибо. Спасибо.